На сегодня весь мир обсуждает вопросы глобального потепления. Идеальной площадкой для этого стала 29-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Она проходит в столице Азербайджана – Баку. Участие принимают президенты почти всех государств мира и крупных международных организаций. В обсуждении столь важного для нашего региона вопроса в Баку прибыл и президент Садыр Джапаров. В рамках КОП-29 Пакистан организовал круглый стол высокого уровня по климатическому финансированию. Здесь глава государства подчеркнул серьёзную угрозу глобального потепления на устойчивое развитие всех стран. Для решения этой проблемы он предложил ускорить процедуры климатического финансирования. При принятии решения по новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на предстоящей 29-й конференции сторон РКИК ООН необходимо учитывать, что без адекватного финансирования многие проекты останутся лишь на бумаге. Распределение международного климатического финансирования должно основываться на уровне выбросов и уровне экономического развития стран. В этой связи ответственность за поддержку уязвимых развивающихся стран должны нести те государства, которые несут наибольшую ответственность за глобальные выбросы. На сегодня получение климатического финансирования таким чувствительным к изменению климата странам, как Кыргызстан, остаётся сложным механизмом. Садыр Джапаров считает, что частный сектор должен играть более активную роль в аккумулировании климатических средств, потому что он является важным драйвером зелёного перехода в экономике. Помимо этого, глава государства предложил создать новые механизмы. «Призываю к созданию инновационных механизмов и инвестиционных инструментов для привлечения финансовых ресурсов на проекты по адаптации и смягчению последствий изменений климата. Это важно для защиты интересов всех стран, в особенности горных развивающихся государств. В завершении хочу обратить ваше внимание на важность и сотрудничество для достижения общей цели сдерживания глобального потепления ради будущих поколений». У нашей страны есть все ресурсы для реализации зелёных проектов. Мы можем получить огромную энергетическую поддержку благодаря возобновляемым источникам энергии. Мы можем выйти на новый уровень зелёной экономики, внедрять современные безопасные для экологии технологии. «Они необходимы для того, чтобы мы могли вперёд продвинуться по этой тематике. Конечно, основная важная проблема – это финансирование. Мы видим, что на сегодняшний день в целом возьмём европейские страны, например, возьмём Швейцарию, Швецию, Норвегию. Они в бюджете, специальные статьи предусмотрены для того, чтобы максимально поддерживать зелёную экономику. И вот эти все шаги, они реализовываются. Это миллиардные и миллиардные евро выделяется для этого. В связи с этим президент говорит, давайте, вот мы сейчас имеем внешний долг, у нас есть внутренний долг, давайте мы проведём трансформацию этого долга». По данным мировых экспертов, нынешний саммит КОП-29 называют финансовым КОП, поскольку впервые за 15 лет будут рассмотрены объём и структура финансирования развивающихся стран для поддержки мер по борьбе с изменением климата. И, как отмечают специалисты, участие и предложение Кыргызстана на таком масштабном и судьбоносном мероприятии, говорит о стремлении нашей страны вносить лепту в улучшение экологии мира. «Горные регионы очень уязвимы. Несмотря на то, что наша доля выбросов СО2 и парниковых газов намного очень малой, сравнительно очень низкий, но тем не менее мы страдаем больше, допустим. Поэтому финансирование, справедливое финансирование стран, которые больше страдают от последствий изменений климата, очень важна. Поэтому наш президент сам участвует на таких мероприятиях на высоком уровне». Президент Садыр Джапаров неоднократно привлекает внимание мирового сообщества к вопросам экологии. Наши предложения по адаптации к климатическим изменениям и предотвращению их последствий не остаются, как говорится, на бумаге. Кыргызстан хочет изменений и начинает именно с себя. «Если мы возьмем сравнение Кыргызстан, за три года мы смогли реально перейти вперед. Это, в первую очередь, мы занимаемся газификацией. Мы отказываемся от угля. Потихоньку ТЭЦ будет переходить в газификацию. Помимо этого, мы видим, что сейчас во всем мире также проблема нехватка питьевой воды и таяния ледников. Вот эти рычаги, эти шаги, которые предпринимаются и которые предлагаются в рамках мероприятий, которые обозначил президент Садыр Луджоевич, они сегодня должны реализовываться. Они эффективны, они нужные шаги». Далее президент выступил на сегменте высокого уровня 29-й конференции. Здесь были рассмотрены вопросы горной экосистемы. Садыр Джапаров предложил миру договориться о скоординированных, хорошо финансируемых действиях по климату для достижения амбиции Парижского соглашения. «Мы выступаем в поддержку скорейшего принятия новой коллективной количественной цели по финансированию мер по борьбе с изменением климата и призываем развитые страны довести сумму помощи развивающимся странам в рамках климатического финансирования до 2 трлн долларов с облегчением доступа к этому финансированию. Со своей стороны Кыргызстан инициировал механизм по обмену внешнего долга на проекты климатического и устойчивого развития. Мы предлагаем реструктуризацию внешнего госдолга страны путём применения механизмов замещения долга на конкретные зелёные проекты, в том числе используя механизм создаваемого климатического трастового фонда в Кыргызстане, из которого будут финансироваться проекты в сфере экологии и устойчивого горного развития. Приглашаю заинтересованные страны к участию в деятельности этого фонда». Садар Джапаров отметил, Кыргызстан планирует к 2030 году сократить выбросы на 16% от уровня выбросов по сценарию «бизнес, как обычно», а при наличии международной поддержки на 44%. Углеродной нейтральности планируем достичь за счёт развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, снижения потребления угля через газификацию, снижения потерь при передаче и распределении электроэнергии и не только. «Хотелось бы отметить великий проект в сфере возобновляемых источников энергии. Так, совместно с нашими соседними странами начата реализация проекта по строительству одной из самых крупных гидроэлектростанций в регионе – Камбаратинской ГЭС-1. За 2023 год в Кыргызстане введено в эксплуатацию 10 малых ГЭС. В текущем планируется построить ещё 15 малых ГЭС. А также начата реализация проектов по солнечным электростанциям на суммарную мощность в более чем 400 мегаватт. В условиях изменения климата всё большую актуальность приобретают вопросы эффективного и бережного использования водных ресурсов. В этой связи мы просим партнёров по развитию поддержать нашу инициативу по созданию в Бишкеке регионального центра по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий». На полях саммита Кыргызстан совместно с Азербайджаном и Монголией организовал диалог высокого уровня по горам и изменению климата. Были рассмотрены проблемы, которые препятствуют развитию горных стран и приводят к росту бедности. «Сегодня изменение климата оказывает особое негативное воздействие на наши ледники, водные ресурсы, сельское хозяйство и в целом на жизнедеятельность людей. Ледники Кыргызстана тают с беспрецедентной скоростью. За последние 50-70 лет площадь ледников сократилась на 1262 квадратных километра или на 16% от общей площади. И если эта тенденция сохранится, к концу столетия значительная часть ледников может исчезнуть. Это не просто статистика, это непосредственная угроза жизни и благополучию миллионов людей, зависящих от ледников как источника пресной воды. Подчеркну, что ни одна страна не может в одиночку справиться с вызовами изменения климата. И Кыргызстан призывает международное сообщество активизировать поддержку горным странам, наиболее уязвимым к изменению климата, несмотря на их минимальный вклад в глобальные выбросы парниковых газов». По итогам Кыргызстан пригласил страны вступить в переговорную группу горного партнерства, которая будет служить сильным и объединенным голосом горных стран и сообществ. Садыр Джапаров призвал международное сообщество активизировать поддержку горным странам, наиболее уязвимым к изменению климата, несмотря на их минимальный вклад в глобальные выбросы парниковых газов. Кыргызстан взял на себя ответственность за продвижение горной повестки в ООН и выступает за признание уникальных проблем горных регионов мира. В рамках КОП-29 каждое государство организовало павильон. Наша страна организовала павильон под общей тематикой «Кыргызстан. Устойчивое горное развитие». Его посетил президент Садыр Джапаров. Здесь проводились презентации с участием министерств и ведомств страны по актуальным вопросам климатической повестки дня энергетического, торгово-экономического, туристического и инвестиционного потенциала Кыргызстана, а также культурные мероприятия, выставки национальной горной продукции. Павильон Кыргызстана будет открыт до 21 ноября.